МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы встречались тогда, когда вы в очередной раз собирались в поездку в Сирию, для того, чтобы забрать оттуда работы своей выставки, которая там открывалась. Расскажите, пожалуйста, как поездка прошла, и планируете ли в ближайшее время еще подобные выставки там, в Сирии? Поездка прошла успешно, но помимо того, что я забирал выставку и привозил работы обратно в Москву, оттуда уже в Рязань, помимо всего прочего, еще было мероприятие. Это подарки нашим военнослужащим, которые находятся на блокпостах. И я дарил им постеры своих живописных произведений, оформленные в раму под стеклом, очень красиво и эффектно смотрятся, в количестве 30 экземпляров. Планируете снова там устраивать выставки? Ну, планы, конечно, большие, это не только выставки, но также еще и культурно-досуговое обслуживание, в которое входит и в идеале эта работа с натуры. Мне бы хотелось все-таки такой творческий пленэр там для себя создать с помощью Министерства обороны Российской Федерации, если это, конечно, будет возможно, потому что обстановка очень сложная. То есть сделать с натуры и тюды, и рисунки, а уже по этому материалу у себя в студии делать большие сюжетно-жанровые картины, а также большие картины-пейзажи. То есть планов очень много, поскольку материал именно для художника и живописца очень богатый, очень интересный. Ну, а также хочется просто создать такую даже, может быть, отчасти небольшую портретную галерею наших военнослужащих. Скажите, в своем творчестве вы делаете акцент на какой-то определенный жанр? И почему вам вот так интересно Сирия? В последнее время я пишу все подряд. И пейзажи, и портреты, и большие сюжетно-жанровые картины. Раньше я работал больше в области исключительно одной сюжетно-жанровой тематической картины, а сейчас работаю во всех жанрах. Потом ведь сюжетно-жанровая картина, она тоже включает в себя одновременно все жанры. Это и портретный жанр, и пейзаж, и натюрморт, поскольку бывают разные аксессуары, какие-то предметы, это натюрморты, конечно же. Ну, а также часто это еще и анималистический жанр. То есть разнообразные животные, кошки, собаки, птицы, куры, петухи. И все это сюжетно-жанровая картина. Но поскольку у меня диапазон интересов, в общем-то, растет, и хочется работать с разными темами, разными мотивами, то занимаюсь и пейзажем, и портретом в последнее время, в общем-то, в большом количестве. В России страна большая, материала для художника здесь очень много. Чем же вас влечет Сирия? Ну, это что-то новое. Это новые колористические гаммы, гармонии. Вот точно так же, как я езжу последние 10 лет каждый год на север, там меня привлекает северная природа и северная красота. Белые ночи. А на Ближнем Востоке, на юге, это совершенно, ну, в общем-то, противоположные, можно сказать, краски, другие контрасты. Ну, летом там очень жарко, и весной, и осенью. Температура за 40 и за 50 градусов. Вообще, край, та часть Сирии, которая располагается на побережье Средиземного моря, очень зеленая, такая красивая, гористая местность. К востоку, пустыня. И, конечно, вот эти резкие смены климатических зон, резкие вот эти вот, ну, перепады температуры, днем жарко, вечером уже холодно. Это также вызывает очень интересные эффекты природные, красивые закаты, очень красивые восходы солнца утром. Это все очень интересно. Ну, и, конечно, все-таки сам рельеф, вот сама страна, сразу видно, что это абсолютно другое, это другая архитектура, другие люди, другая вера. И для художника, для живописца это очень интересно. Ваши поездки туда, это, безусловно, каждый раз риск. Вот насколько этот риск оправдан? Ну, этот риск оправдан в первую очередь тем, что я считаю себя патриотом Российской Федерации, нашей Родины, и искренне хочу оказать посильную помощь нашим военнослужащим. И для этого я готов, ну, не рисковать, конечно, напрямую, потому что все это проходит под, ну, с большой помощью, естественно, под протекцией Министерства обороны и военнослужащих. Но любую возможную помощь я стараюсь оказывать, несмотря ни на какие трудности материальные, физические, с моей стороны. В Луховицах совсем недавно открылась выставка ваших работ. Расскажите чуть подробнее, насколько я знаю, не только ваши работы там представлены, с кем в паре вы работали, какая тематика работы. На выставке, Ирина, представлено 103 произведения. Это пейзажи, пейзажный жанр и несколько натюрмортов цветы. Это были 65 произведений мои и 38 произведений известного белоумутского художника Виктора Петрова. Вообще, само название выставки «Ворота в Белоумут», оно родилось у меня несколько лет назад, и я являюсь как бы таким идейным организатором, можно сказать, этого мероприятия, этой выставки. С Виктором просто у нас, похоже, немного работы, наша живопись, и поскольку он был, собственно, он первый, кто меня туда пригласил 5 лет назад на пленеры в Белоумут, который Виктор Петров там устраивал в последние годы, и вот мы с ним подружились, вместе вдохновились этой интересной идеей, организацией выставки совместной, поскольку, как я говорил, наши работы в чем-то перекликаются. И вот хорошо, что 15 сентября эта выставка открылась, к тому же она проходит в очень интересном, престижном месте, это культурно-выставочный центр историко-художественного музея в городе Луховица. Дело в том, что для меня это место памятное и важно тем, что там выставлялся один из моих учителей живопись, это народный художник Российской Федерации Михаил Георгиевич Абакумов. Ну и поэтому вот выставляться также в этом зале, в этих стенах для меня, ну не только приятно, но престижно и почетно. Как прошло открытие выставки? Насколько это было интересно для жителей Луховицы? Ну на открытии ведь были не только, да, не только жители и гости из Луховицы, из Московской области. Была большая группа от управления Министерства внутренних дел России по Рязанской области. Это автобус с ветеранами Министерства внутренних дел по Рязанской области, а также с родственниками погибших сотрудников. И специально для них я приготовил подарки. Это постеры, буклеты к нашей выставке и буклеты непосредственно вот с моими картинами, которые мной были подарены всем приезжим гостям из Рязани. Если раньше я слышала о вас исключительно как о художнике, то сейчас все чаще доходят слухи как о, ну, наверное, можно сказать, педагоге, да, который занимается с детьми, проводит различные мастер-классы. Почему вообще появилось такое желание передавать свои знания детям? Ну, вообще я непосредственно преподаванием в высшей школе уже занимаюсь. Сейчас в сентябре 11-й год, то есть второй десяток лет пошел. Конечно, ну, если сравнивать с преподавателями, у которых стаж по 40 лет, это немного. Ну, а вообще-то для меня это много, поскольку это практически треть моей жизни. И вот сразу после окончания института я начал преподавать в Рязани уже 11-й год. А вот именно занятия такие вот и мероприятия образовательные не только в университете, а с детскими домами, со школами, с детскими художественными школами. Мне эта идея, эта тема, она как-то пришла, понравилась мне около 6 лет назад, когда первый раз мне предложили провести большой мастер-класс в Москве в Институте русского реалистического искусства. И действительно, я увидел интерес у зрителей, мне самому было и не только приятно, почетно, но я понял, что это имеет очень большое значение, поскольку часто даже люди, которые посещают выставки и музеи, они просто видят только картину или несколько картин какого-то отдельного художника. Но им хочется, например, узнать больше о его учебе, жизни, творчестве, о том, как он эти работы создает, каким образом приходят к нему творческие замыслы. И вот именно вот эти мероприятия, лекции, мастер-классы, они как раз помогают создать дополнительную и очень полезную связь, контакт между художником и его зрителями. Мастер-класс – это обычно достаточно короткий отрезок времени. Вот за этот короткий отрезок времени ребенка, чему вообще можно научить? У меня мастер-классы все-таки, они – это несколько часов. Это 2, 3, 4 часа, поскольку ведь, ну, чаще всего, практически всегда, я еще по памяти или по какому-то определенному, ну, наглядному материалу пишу большое живописное произведение на холсте масляными красками. И всем зрителям от первого до последнего этапа работы объясняю технику живописи и технологию живописных материалов. И, конечно же, это занимает определенное время. Вот последнее, одно из последних больших мероприятий мы проводили 22 сентября в Шереметьевской школе-интернат Вера для воспитанников, для 19 воспитанников этого интерната. Там мы делали большое живописное произведение на тему осени, поскольку дети захотели увидеть желтые березы, голубое небо, белые облака. И вот такая работа нашими общими усилиями была создана. Вот конкретно на этом мастер-классе все 19 воспитанников, каждый попробовал писать масляными красками. То есть каждый подходил, садился. Вот я объяснял, как смешивать краски. Некоторым помогал. И каждый обязательно попробовал. И минут по пять работал маслом на холсте. Я видел действительно искренний отклик. Может быть, у кого-то из них возникнет желание, и они дальше будут развивать эти качества, учиться в художественной школе. Планируете в дальнейшем повторение подобных мастер-классов? Ну, мы планируем с Министерством внутренних дел России по Рязанской области целую серию творческих мероприятий с воспитанниками Шереметьевского детского дома Вера. Но последующие мастер-классы мы будем организовывать в плане работы с натурой. Я буду привозить специальные предметы для натюрмортов. Мы будем вместе с воспитанниками, с детьми ставить натюрморты. И уже вместе и я, и они отдельно на своих листах красками, акварелью, гуашью будем эти натюрморты писать, рисовать. А потом также я планирую сделать совместную выставку работ. И своих работ, и работ детей по этим мастер-классам. Так что работа будет продолжаться. И она будет продолжаться не только в этом году, но и в 2018 году. Эти мероприятия будут уже на постоянной основе. А можно ли сказать, что в процессе вот этих мероприятий, мастер-классов вы чему-то учитесь у детей? Конечно, можно. Конечно, можно. Вот как раз на последнем мастер-классе, ведь я смотрю, как дети работают, и потом обдумываю это, вспоминаю. Мы делаем много фотографий. Вот я увидел, что воспитанники школы интернат Вера очень интересно работают в полутонах масляной краской. Есть такое понятие полутона. То есть есть основные, ну, более сильно различающиеся цвета и тона. Это желтый, голубой, охра, зеленый. А вот полутона – это такие небольшие оттенки, легкие оттенки, уже одного цвета друг от друга. И вот они очень интересно работают в полутонах. Действительно, я даже для себя какие-то новые вещи в этом вот начал находить. Какие-то проблемы, которые у меня раньше не получались, какие-то вот творческие такие муки. Вот я посмотрел, и на некоторые вот нашел ответ, именно вот какой-то нужный ход. Они мне подсказали. Ну, вот сейчас ваша выставка работает в Луховицах. Что о ближайших планах может быть все-таки в Рязани? У меня будет выставка в 2018 году в Константиново, в выставочном зале на родине Есенина. Эта выставка будет проходить, начало будет открытия в апреле, а основное, вот основное ее, основное ее время будет май месяц и начало июня. Так что всех желающих искренне приглашаю посетить эту выставку. К тому же в мае там хорошая погода, красиво, интересно. На этой выставке также будут представлены, как и на выставке в Луховицах, натурные работы, натурные этюды двух-трехсеансовые, созданные за последние 4-5 лет на творческих поездках в районе Белоомута. Ну, а также вот сел, которые окружают Белоомут. Это очень красивые старые русские села, такие как Ловецкие борки, Ловцы, Дединово, Слеомские борки. Там много мной написано этюдов на протяжении этих лет. А также это работы, написанные в Калипиковском районе Рязанской области, в деревне у моего брата, это деревня Андронова и Малахова. Вот работы двух этих периодов, написанные вот в двух этих местах на этой выставке, также будут представлены. Владимир, большое спасибо, что нашли время сегодня к нам прийти. Мы желаем вам творческих успехов. Ну, а нашим телезрителям всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова